МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я конферансье Эдуард Эфиров. Как-то мы с моей профессией прилепились друг к другу. А мог бы я быть кем-нибудь другим? Наверное, мог бы. Но не хочется. Да что я? Спросите любого актера. У меня, кстати, только эстрада. А возьмите великолепного петербуржца Игоря Скляра. Глубокие роли в театре, запоминающиеся работы в кино. И на эстраде он не чужой, что эстрада в моем почтительном лице только приветствует. Меня внезапно разбудил тяжелый топот ног. Быть может, слон к нам приходил, а может, носорок. Сбылась мечта моей семьи, торжественный момент. Нам пианино привезли, прекрасный инструмент. Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Мы купили пианино, интересно, для кого. Папа занят, мама тоже. Остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет. Стоит, как мебель у стены, несчастный инструмент. Мы пыль с него стирать должны, других талантов нет. Приходит в гости к нам сосед, и папе с мамой льстит. Какой отличный инструмент, как здорово блестит. Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Мы купили пианино, интересно, для кого. Папа занят, мама тоже. Остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет. Решили все-таки продать мы этот инструмент. Но попросил нас подождать знакомый наш сосед. Играть он начал день и ночь. С ума сойдешь от гам. Соседу мы смогли помочь. А кто поможет нам? Мы купили пианино. Сколько клавиш у него? Мы купили пианино. Интересно, для кого. Папа занят, мама тоже. Остаемся я и дед. Только мы играть не можем. А играет наш сосед. Мы купили пианино. Сколько клавиш у него. Мы купили пианино. Интересно, для кого. Папа занят, мама тоже. Остаемся я и дед. Только мы играть не можем. Потому что слуха нет. Игорь Скляр – выпускник Ленинградского театрального института. Там же учился и Виктор Чистяков. Прекрасно помню его в роли капризного короля в выпускном спектакле «Обыкновенное чудо». На этом королевская карьера Виктора не закончилась. Молодой артист воистину стал королем пародии. Сопот браво кричал И не шепотом И меня величал Как ни крути Я в Париже звучал Вслед за сопота Но тебя повстречал Вдруг на пути Пропустил Допусти меня Будительный друг В избранный друг В избранный друг В избранный друг Зритель наш Не прости И терет Со мной Долгих Насков Лемешев Жалко, в модерн ушел Переколокою Или переколочу А сейчас вы услышите голос одного из объектов Чистяковских пародий Муслима Магомаева Песня «Три розы» Я вот подумал, а сколько этих самых роз Получил Муслим Великолепный от своих поклонников? Думаю, не меньше, чем знаменитые песни Раймонда Паулса И все заслуженно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Три розы» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас узнаете Кстати, рассказывает он это Николаю Трофимову Думаю, у Николая Николаевича тоже был забавный рассказ о своем дебюте Дело в том, что я давно стремился попасть в театр Но все как-то не решалось А когда решился и пришел Оказалось, что роли все розданы А режиссер мне говорит Если ты по-настоящему любишь искусство Роль мы тебе найдем Надо, понимаешь, нам корову изобразить Кого, спрашиваю? Он говорит, корову Ты неплохо подражаешь голосам животных Возьми нам и помоги Я говорю, подражать-то я подражаю Но там же надо на четвереньки ходить Он говорит, нет На четвереньки ходить не надо Дело в том, что корова все время за кулисами находится Раз, два или три мычит А впрочем, возьми пьесу, почитай Я был так ошарашен Молча взял пьесу Пришел домой Успокоился Стал ее читать В ней рассказывался о строительстве первых колхозов на Кубани И действительно там по ходу дела встречалась корова Которая в первом акте мычит Во втором она телится А в третьем ее один кулак из обреза убивает Ну, в общем, пьеса мне понравилась Но играть я решил твердо отказаться Сегодня, думаю, корову дадут сыграть Завтра осла А послезавтра с раму не уберешься Прихожу на следующий день к режиссеру Говорю, так, мол, и так Играть я решительно отказываюсь А он так на меня смотрит и говорит А я думал, ты действительно искусство любишь Я говорю, я искусство люблю Я хотел образ современника создать Он говорит, корова в данном случае тоже наш человек Ну и стал говорить о том, что нет маленьких ролей Есть маленькие актеры В общем, уговорил он меня Ладно, думаю, помучаюсь Но помучу положенное время Я тогда не представлял, какие трудности будут возникать А все началось с репетиции Начал я эту роль репетировать А ребята из театра начали до мной подсмеиваться Не в глаза, конечно, а за глаза А есть там у нас один Ух, ненавижу просто Мишка Кочин, тот открыто подходит Так смотрит мне в глаза и говорит Семен, ты свою роль-то по системе учи В образ вживайся Травку пощипывать тачил бы, что ли И смеется, противно-противно Главное, у самого-то роль была не очень многословная Он глухонемого крестьянина Я говорю, Ланыч, я бы корову мычал, а твоя мать Молчал, во-во В общем, начал я эту роль репетировать Заперся дома часа четыре, мычал на разные лады Вдруг сосед как стенку застучит Постеснялись бы, говорит, у нас здесь дом, а не хлев В общем, ушел я из дома, стал репетировать на улице Выберу какой переулочек потемней Помучу-помучу и бежать Пока милицию не позвали А тут еще все с расспросами пристают Знакомая девушка спрашивает Семен, вы как в пейс играете? Я говорю, есть там одна личность Что страдает в жизни Она говорит, как гамлет и смотрит меня восхищенно, восхищенно А сам старается разговор на другую тему перевести В общем, мучился ужас И вот, чем больше я мучился Чем больше я репетировал Тем больше моя роль стала мне нравиться Я перестал ее считать зазорной Репетировал я с увлечением Когда наступил день спектакля На меня даже вдохновение нашло Я помню, когда в третьем акте мою корову убивали Я так трагически замычал Что в зале установилась мертвая тишина И только было слышно, как какая-то старушка из третьего ряда прошептала Ох, как же мучает тварь божья Вот это была моя первая роль Имею право взять бараночку Да Когда песня существует долгие годы Нам кажется, что так и должно быть Что она была всегда Но ведь каждая песня сначала должна найти своего первого исполнителя И ее долголетие зависит от певца Не меньше, чем от сочинителей Вероника Круглова, например Дала жизнь песенке «Топ-топ-топает малыш» В сегодняшнем концерте прозвучит другая песня Но, как говорится, талант не спрячешь Новый день начать мы рады И в жару, и в холода Если трудно, если надо Мы с тобою скажем «да» Будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Да, будет солнце или буря Мы с тобою навсегда На земле дорог без счета Встреч немало на пути Мне всегда искать чего-то Ждать чего-то впереди Будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Да, будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Очень добрыми глазами Ты глядишь издалека Ты глядишь издалека Над полями, над горами Вот тебе моя рука Будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Да, будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Да, будет солнце или буря Мы с тобою навсегда Да Прославленный капитан Врунгель говаривал Как корабль назовешь, так он и поплывет Не исключено, что эта знаменитая фраза Относится и к музыкальным коллективам Вот название ансамбля аккорд Скромно, звучно Термин из мира музыки А само слово аккорд Означает, как известно, согласие И вот как они плавают Кто твой папа, чей ты сын Откуда сигареты, откуда этот дым Малый Браун, малый Браун Стракотник Браун Все тонче Браун Он в классе закурил и хитро так просил Почему же, почему, все ругают тут меня Прячет он под карты, камни и рога Тут чернила не запачкал, он учебник и тетрадку Малый Браун, малый Браун Проказник Браун, все тут же Браун Он кошку слав принес и дергает за хвост Почему же, почему, все ругают тут меня Он с кащим у дворника свистал Он опять не выучил лула Куда ски ответить не сумел И съел Песмел 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 Паждый день учителю Браун говорит Не могу учиться, у меня живот болит Малый Браун, малый Браун Стракотник Браун, все тут же Браун А так ты приведи, я тебя нахожу Браун Почему же, почему, все ругают тут меня Каждый день учителю Браун говорит Не могу учиться, у меня живот болит Малый Браун, малый Браун Проказник Браун, все тут же Браун А так ты приведи, я тебя нахожу Браун Почему же, почему, ты не слушаешься нас А так ты приведи, я тебя нахожу Браун А так ты приведи, я тебя нахожу Браун Как Малый Браун, как ты в них Браун Как ты приведи, я тебя нахожу Браун А так ты приведи, я тебя нахожу Браун Почему же, почему, почему, все ругают тут меня Кажется, Тамара Гверцетели впервые спела «Виват Король» для одного великого спортсмена Впоследствии замечательную певицу ни раз и ни два приглашали петь эту песню На юбилее выдающихся людей, представителей различных профессий Ах, если бы и на моей круглой дате услышать эти возвышенные слова из ее уст Впрочем, Эдуард, это надо еще заслужить Буду стараться Тамара Гверцетели Жизнь в театре Шекспир сказал И все мы в нем актеры Ты игрой сердца пронзал Рождал в восторге споры За то, что ты с душой играл Народ тебя коронавал И даже враг твердил порой Скрывая страх, что ты король Что ты король Виват Король Виват, Виват, Виват Король Покой А ты не знал Без пушек, без солдат своей игрой Ты страны покорял Меня же покорил, что верным был Что был самим собой И не было игрой И не было игрой Пустой игрой Твоя любовь Виват Король, Виват Виват Король Виват Король, Виват Виват Король Ты был, ты был самим собой Пиват Король Виват Король Виват Король Виват Виват Король Виват 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 Моя любовь Лишь со мной Одной терял Все горе, все беды Ты другим дарил всегда Золото победы Ты так играл Ты был артист И вот настал твой бенефис Ты так играл Ты был король И вот теперь вакант на роль Вакант на роль Прощай, король, прощай Прощай, король Тебе поют кругом Как жаль Не вечен май Не вечен гром А плацисментов гром Печаль в глазах Печаль А в сердце боль И каждый грустным стал Прощай, король, прощай Сегодня тобой Последний бал Прощай, король, прощай Прощай, король Прощай, король, прощай Прощай, король Сейчас Прощайся с игрой Прощай, король, прощай Теперь Теперь ты только мой Прощай, король, прощай Прощай, король Не плачь, мой милый, не горюй. Прощай, король, прощай, прощай, король. Прощай, король, прощай, прощай, король. Лишь я прощай не говорю. Лишь я прощай не говорю. Лишь я прощай не говорю. Сомневаюсь, чтобы большинство из вас сразу по окончании концерта бросилось к компьютерам писать неблагодарности за очередной обыкновенный концерт. Сомневаюсь, а вот в том, что вы улыбнулись и испытали радостные чувства к нашим исполнителям, уверен, с чем и остаюсь, ваш Эдуард Эфиров.